Шалом, возлюбленные! Сегодня в нашей программе «Узнавая еврейского Иисуса» я продолжаю серию под названием «Не теряйте зря время в пустыне». Никому из нас не нравится пустыня. Оставайтесь с нами, сегодня будет важное послание. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Благослови вас, Бог, и шалом, возлюбленные! Меня зовут мессианский Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Мы подошли к середине серии, которую я назвал «Не теряйте зря время в пустыне». Хочу, чтобы вы послушали меня очень внимательно. Чтобы вы в полной мере смогли войти в то, что приготовил вам Отец, вы должны пройти через пустыню. Впервые мы видим эту иллюстрацию в жизни Божьего народа Израиля. Прежде чем они смогли завладеть обетованной землей, им пришлось бродить по пустыне в течение 40 лет. Зачастую, размышляя о скитаниях Израиля в пустыне, мы считаем, что причиной тому стали 12 цеглядатаев, которые были посланы на разведку в обетованную землю. Вы помните об этих 12 людях? Вернувшись, они сказали «Жители той земли гиганты. Они уничтожат нас, если мы к ним придем». Из-за того, что они испугались и не поступили по вере, им пришлось бродить по пустыне 40 лет. И это абсолютно верно. Но также нужно понять вот что. 40-летние скитания по пустыне были частью божественного плана Бога Отца. Богу нужно было преподать Израилю уроки, которые они могли усвоить только в пустыне. На прошлой неделе мы начали эту серию и читали восьмую главу Второзакония. В ней мы читали, что Бог Отец повел свой народ в пустыню, чтобы смирить и испытать их. Я зачитаю этот стих снова как предисловие к сегодняшней теме. А вот что сказал Господь в Своем Слове. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую склятвую обещал Господь Отцам вашим. И помню весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет. И вот она причина, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Хочу поговорить с вами о том, о чем упоминает здесь Господь. Он повел Израиля в пустыню, чтобы смирить народ. А что значит смириться? Как можно смирить человека? Человек смиряется, когда переживает трудности. Когда мы проходим через трудности, мы становимся зависимыми от Бога, потому что внутри нас нет ресурсов, чтобы эти трудности пройти. В отчаянии мы смиряем свое сердце, чтобы принять от Бога все необходимое для преодоления трудностей, потому что мы сознаем, что своих сил у нас для этого нет. Слово «смирить» на иврите звучит как «анав». Оно означает «пройти трудности», «пройти испытания». Тот же самый принцип мы видим в Новом Завете. К примеру, мы читаем о жале воплоти Павла. Это своеобразная пустыня Павла. Он пишет «Дам мне был ангел сатаны удручать меня, и я умолял Бога Отца убрать его». Но Бог Отец ответил Павлу «Сила моя совершается в немощи». «Довольно для тебя благодатью моей». Павел отвечает на это «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, потому что в моей немощи совершается сила Бога». Здесь та же самая мысль. Бог Отец говорит нам в восьмой главе Второзакония, что повел Израиля в пустыню, чтобы смирить народ. Цель была в том, чтобы они научились зависеть от Бога, смогли получить от Него то, в чем нуждались, и смогли войти в полноту того, что приготовил им Бог. Послушайте, что говорит нам Иаков в своем послании, в первой главе с первого по четвертый стих. «Сегодня я говорю вам, не теряйте зря время в пустыне. Если сегодня в вашей жизни трудное время, не тратьте его зря. На то есть причина. Бог Отец хочет послужить вам и передать вам то, что не может передать, когда у вас все хорошо. Этому не теряйте зря время в пустыне. Благодарите Бога за это место. Все будет содействовать вам во благо. Верьте, что Бог что-то совершает в вашей жизни, потому что Он устраивает все вам во благо. Он выведет вас из пустыни, и вы выйдете из нее с тем, что Бог вам передаст. Это будет огромным благословением и для вас, и для тех, на кого вы оказываете влияние до конца вашей жизни». Ну вот послушайте, что сказано в первой главе послания Иакова. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в рассеянии. Обратите внимание, что Иаков пишет именно двенадцати коленом Израиля. Послушайте, что он говорит. «С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения». О чем мы сегодня говорим с вами? О пустыне. Принимайте ее с великой радостью. Не теряйте зря время в пустыне. Иаков пишет, «Если у вас сложные времена, если вы проходите искушения, принимайте их с радостью. Не жалуйтесь на них, не обижайтесь, не отворачивайтесь от Бога, не отпадайте от веры. Но радуйтесь, потому что Бог что-то совершает в вашей жизни». А вот что дальше? «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие». Мы благодарим Бога за всех партнеров Равина и это служение. Во всех благословениях, которые мы пережили, Бог использовал вас как канал, чтобы помочь Равину попасть в наш город. Пусть Бог благословит вас обильно за вашу поддержку. Вы кормили нас и духовно, и целесно. Мы любим вас, всех тех, кто нас поддерживает. Партнеры Равина, Шнайдера, огромная вам благодарность от всего сердца. Надеюсь, эти записи в полной мере показывают, что эти пасторы из разных народов Африки благодарят вас, возлюбленные, за вашу поддержку нашего служения. В основном все они говорили спасибо за обеспечение фондов Равина, Керта Шнайдера и программы «Узнавая еврейского Иисуса». Это позволило ему приехать и послужить мне, возлюбленные. Мы посетили множество мест в Африке, и многие из них отдаленные. Я был первым служителем и гостем из-за рубежа, которого они увидели. Поэтому вместе с ними говорю вам спасибо за служение народа мира по ТВ, радио и через Крусейды миссии. Совершенно точно, что ваша финансовая поддержка укрепляет церковь, и многие спасаются благодаря вам. Да благословит вас Бог. Я люблю вас. Шалом. А теперь вернемся к сегодняшней программе. Возлюбленные, хочу поговорить о принципах, применимых к нашей жизни, когда мы находимся в пустыне. Как я уже сказал, Бог-Отец ведет вас в пустыню, потому что хочет передать вам то, что невозможно передать в другом месте. Библия говорит нам в послании к евреям, 12 главе, 11 стихе, что мы должны радоваться, когда Бог-Отец нас дисциплинирует. Затем автор послания продолжает говорить о дисциплине в пустыне. В 8 главе второзакония мы также читали, что Отец дисциплинирует нас. Я прочту вам два местописания, потому что очень интересно провести между ними параллель. Сначала я прочту из Нового Завета, послание евреям, 12 главу, где автор говорит о дисциплине. А затем мы откроем книгу второзакония, 8 главу, в которой Израиль проходит через пустыню, и увидим, как Бог говорит через Моисея, что скитания в пустыне были способом дисциплинировать народ. Что я имею в виду? Сейчас вы можете проходить пустыню, потому что Бог-Отец дисциплинирует. Никакая дисциплина не приносит удовольствия, когда мы ей подвергаемся. Но конечный результат — это мирный плод праведности. Поэтому я сказал, что в пустыне вы получаете то, что не можете получить ни в каком другом месте. Послушайте, что говорит нам автор послания к евреям. Это 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание», в другом переводе «дисциплина», в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности, или мир Божий. Автор послания вновь говорит нам, дисциплина, к которой мы правильно относимся, производит в нашей жизни мир. Помните об этом, проходя пустыню в своей жизни. Помните, что это может быть частью Божьей дисциплины, и результатом прохождения этого времени в вере будет мир. Послушайте, что говорит книга второзакония, 8 глава, 5 стих. «И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит Сына Своего». Послушайте весь контекст. «И помни весь путь, с которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя». А далее он продолжает. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит Сына Своего. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера, в которой без скудости будешь есть хлеб твой. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего. Смотри, чтобы не надмилось сердце твоем. Он провел тебя по пустыне великой и страшной, где змей, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Знаете, чтобы в полной мере принять то, что приготовил вам Бог Отец, вы должны пройти через пустыню, в которой сейчас находитесь с благодарностью. Поэтому Иаков говорит нам радоваться, проходя искушение. Не теряйте зря время в пустыне. Обратите внимание, что в 8 главе Второзакония Бог Отец говорит детям Израиля. Я учил вас жить тем, что исходит из уст Божьих. Я не знаю, где вы сейчас и что проходится, но я знаю вот что. Жизненно важно привязаться своим сердцем и мыслями к Слову Божьему. Держитесь за Его Слово и ни за что иное. Господь очищал детей Израиля от мирского образа мышления, от природного способа мышления, и учил их вместо этого зависеть от Него и верить Его Слову. Бог говорит, Я дисциплинировал вас и смирял вас, чтобы вы поняли, что человек живет не только хлебом, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих. Иисус сказал, слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Возлюбленные, если мы хотим вознестись в духе, более глубоко ходить с Богом, войти в более глубокую сферу переживания сверхъестественного пребывания Иисуса в нашей жизни, тогда нам нужно прилепиться к Его Слову. Что это означает? Если сейчас вы в пустыне, вам нужно начать исповедовать Слово Божие там, где вы есть, на свою ситуацию. Какой бы ни была ваша ситуация, не исповедуйте нужду, не исповедуйте разочарование, не исповедуйте поражение. Вместо этого исповедуйте то, что говорит Слово Божие. Возлюбленные, Он желает научить нас полагаться на Его Слово. И зачастую Он делает это, когда мы находимся в пустыне. Вместо того, чтобы сдаваться, держитесь за Слово Божие, настраивайте свой разум в соответствии со Словом. Когда мы это делаем, Его Слово дисциплинирует нас, а затем Бог сверхъестественно выводит нас из пустыни. Там мы усваиваем то, что станет благословением для нас до конца нашей жизни и позволит нам процветать в духе, потому что мы усвоили принцип хождения по вере. В вере во что только? Спросите себя. Возлюбленные, вере в Его Слово. Послушайте, не терейте зря время в пустыне. Ходите по пустыне так, чтобы это принесло в вашей жизни плоды. В пустыне Бог находится рядом с вами. Бог находится рядом, там, где вы есть. Легко верить, что Бог с нами, когда мы находимся в церкви и вместе с собранием, поднимаем руки и поем прекрасные песни поклонения. Легко верить, что Бог с нами, когда мы ощущаем Его лично. Бог Отец желает, чтобы мы поняли, что Он с нами, куда бы мы ни пошли, где бы ни оказались. В Писании говорится, «Переселюсь на край моря, и там ты». Давид писал, «Если я пойду долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Хочу, чтобы вы меня услышали. Не теряйте зря время в пустыне. Начните исповедовать сильнее, чем прежде, что Иисус любит вас, что Он творит вас что-то доброе, что у Него есть великая цель для вашей жизни и этой ситуации, и сейчас Он рядом с вами». Иисус сказал, что никогда не оставит и не покинет вас. Еще раз напомню вам, что только находясь в пустыне в течение 40 лет, Израиль буквально видел славу Божию посреди своего стана. 40 лет их сопровождал столб огня ночью и облако славы днем. Бог Отец желает научить нас с вами истине. Нам нужно исповедовать, что Бог не покинул нас, что Бог с нами в этой пустыне. Он готовит нас. Послушайте внимательно, чтобы в итоге сделать нам добро. Именно об этом Он говорит в 8 главе второзакония. «Я сделал это, потому что мне нужно было научить вас наполнить ваше сердце истиной, смирить вас и научить зависеть от меня. Мне нужно было подготовить вас, потому что я хотел вас благословить. Если бы я благословил вас до подготовки, если бы я благословил вас до того, как повел через пустыню, то, получив благословение, вы бы возгордились, стали бы злыми и испорченными, и мне пришлось бы вас отвергнуть. Бог не перестал бы нас любить, но мы бы не смогли иметь с Ним отношений. Бог говорит, «Я готовил вам великолепное будущее». Поскольку у меня такие великие планы о вас, поскольку я предназначил для вас землю изобилия, где вы бы насыщались, сначала мне нужно было вас подготовить, провести вас через пустыню, чтобы изменить ваши сердца, смирить вас, чтобы вы научились зависеть от меня, чтобы искоренить всякую гордость, чтобы, приняв благословение, вы бы здраво ответили, «Я мог бы продолжать благословлять вас, потому что вы прошли пустыню и усвоили ее уроки». В вашей жизни утвердилось смирение, и теперь вы готовы принимать благословение, и по этой причине сможете радоваться благословениям, и они вас не испортят. Кто-то из нас сможет применить это даже в естественных условиях. Давайте вспомним о тех вещах в своей жизни, которые нам пришлось заработать. Мы заработали их, пройдя через испытания и дисциплину. Это было необходимо для того, чтобы заслужить эти вещи. Возможно, нам пришлось долго на это копить, когда мы, наконец, это получили, это принесло добрые плоды. Есть другой случай. Вы продолжаете что-то давать людям, а они ничего не делают, чтобы это заслужить, чтобы это заработать. Они не подготовлены к тому, чтобы принимать благословение. когда мы что-то им даем, это портит их и приносит плохие плоды. Не теряйте зря время в пустыне. Возлюбленные, это очень важный шаг к спасению. Хочу, чтобы вы кое-что поняли. Спасение — это процесс. Порой христиане, евангелисты смотрят на все в черно-белом свете. Хорошо, когда мы понимаем абсолюты, когда знаем доктрины об абсолютах. Иисус — единственный путь к Богу. Это абсолютная истина, и она несомненна. Но есть другие области знаний, возлюбленные, в которых нужно большее понимание. Например, спасение. Спасение — это процесс, и это истина. Когда мы принимаем Иисуса в свою жизнь, исповедуем свои грехи, принимаем его в свое сердце, принимаем дар Духа Святого, вверяем свою жизнь Богу и начинаем следовать за Ним, мы только вступаем в спасение. Но я хочу, чтобы вы меня услышали. Спасение — это процесс. Спасение совершается, когда меняемся мы день за днем, преображаемся год за годом. Мы все больше и больше становимся похожими на Христа. Это процесс. Если вы действительно ходите с Богом, то сегодня вы выглядите не так, как год назад. Вы изменились. Я говорю не о внешнем виде. Я говорю о том, что меняется ваш внутренний человек. Только одно неизменно. То, что мы постоянно меняемся. Если мы живы, мы меняемся. Поэтому спасение — это процесс. и прохождение пустыни в своей жизни — это часть процесса спасения. Сейчас я дам вам слово от Бога. Примите его. Возлюбленные, ваша жизнь будет циклом испытаний и радости. Мы будем переживать множество радостей, множество успехов и мира. Это будет время счастья. Но затем в нашей жизни наступит время испытаний. Важно, чтобы мы проходили испытания с глазами, устремленными на Бога, и продолжали идти по пустыне в любви к Богу, славе Бога, с уверенностью в вере и в том, что Бог совершает что-то доброе, пока мы проходим эту пустыню. Тогда мы выйдем из этой пустыни с новой радостью, в новой свободе, в новой полноте. Так будет всю жизнь. Мы будем проходить времена пустыни, времена испытаний, и каждый раз, проходя эти пустыни, мы будем расти и укрепляться. Подходя к концу этих пустынь, мы будем более сильными и живыми, более полными жизни, мира, сил, полны Богом, больше, чем прежде. Я хочу, чтобы вы знали, возлюбленные, у Бога есть большие планы на вашу жизнь. Давайте не будем прятать голову в песок и притворяться, что все всегда будет хорошо. Бог любит каждого, кого принимает. Он любит вас, и потому возлюбленные, он будет продолжать очищать вас через испытания. Я люблю вас, Равин Керт Шнайдер говорит вам, да благословит вас Бог. Вы знаете, как говорит Писание, в нашей немощи совершается сила Божия. Давайте не терять времени в пустыне зря. Когда мы проходим сложные времена, именно тогда мы можем получить глубочайшие вещи от Бога. в завершении программы хочу ободрить вас поступать по водительству Духа. Если вы ощущаете, что Дух Святой ведет вас сейчас совершить шаг веры и сделать пожертвование, я верю, что Бог сделает с ним что-то сверхъестественное. Давайте не терять зря время в пустыне. Мы теряем время зря, когда не поступаем по вере в сложные времена. Мы извлекаем из пустыни наибольшую пользу, когда прилепляемся к Богу и поступаем по вере в сложные времена. Все о чем я прошу вас, возлюбленные, повинуйтесь Духу Святому. Я люблю вас, да благословит вас Бог. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Я смотрел ТБН, когда на экране появился еврей Равин и называл зрителей возлюбленные. Я слушал и стоял на коленях от того, что он говорил. Я был очень счастлив и благословлен тем, что начал смотреть программу регулярно. Я уже был крещен Духом Святым и был готов к чему-то более глубокому. Я многом научился у Равином. Слово Божие говорит поддерживать тех, кто нас питает, поэтому я стал ежемесячным партнером. Вам пишет Харви из Луизианы. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры В шестой главе книги «Чисел» Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Я люблю вас, шалом!»